Он всегда элегантен, всё чаще в чёрном, спокоен, задумчив и молчалив. Даже мировая звезда Лара Фабиан отвлеклась от съёмок. Кажется, это русский Джеймс Бонд. Несмотря на трудности перевода, самая важная Лара уже усвоила. Он крутой, очень крутой. Абсолютно, конечно. Что ещё с такой говорящей фамилией крутому рассказать о себе? Я очень классный. Какой ещё я? Я крутой. За этот взгляд настоящего мужчины и обаятельную улыбку Игоря Крутого полюбили не только поклонницы музыки. Но никто не догадывался, кому композитор Крутой посвящал этот гимн любви, который потом споёт Александр Серов. Я люблю тебя на слёз. Без ума люблю. И почему в глазах самого маэстро порой столько грусти? Во-первых, Бог посылает испытания сильным. Во-вторых, это была проверка. Понять, кто рядом с тобой. Рядом с ним всегда было много женщин. Стильная Лайма, зажигательная Долина, роскошная Аллегрова. Игорь Яковлевич обладает потрясающим чувством юмора, умом, талантом. Но служебных романов маэстро старался не допускать и в личную жизнь никого не пускал. Ну, я блюду у себя. Блюду. Правильно я сказал? Но сегодня он снова вернётся в прошлое. А на сколько лет вы себя ощущаете? На... 33. И крутые склоны ему не преграда. Игорь Круто сейчас рискует жизнью просто. Но вдруг он снова станет серьёзен. И впервые так откровенно заговорит о том, что его сердце однажды разбило женщина. Каждому мужчине надо это пережить, когда его оставляет женщина. С тех пор многое изменилось. Но и тогда, и сейчас, кажется, есть только одно место на свете, где Игорь Крутой по-настоящему счастлив. Особенно, когда за рояль садится его любимая младшая дочь. Свою будущую жену Ольгу он когда-то встретил в Америке. С тех пор они так и живут на два дома. И каждая встреча снова, как первое свидание. Дочь Саша думает на английском, но для папы выучила кое-что из русско-украинского. Я тебя кухаю. Что это значит? Я тебя люблю. И теперь маэстро, который сам добился всего, о чём только мечтал, расскажет, как начинал с нуля. В то время его имя, Игорь Крутой, ещё не было таким громким и не звучало на всю страну. С этого крутого обрыва он, как на ладони, город Гайворон. Небольшая точка на карте Украины, где-то между Киевом и Одессой. Здесь, в небольшом городе, в простой семье и родился Игорь Крутой. Но тогда это была просто фамилия, а вовсе не стиль жизни. В Гайворонской средней школе словно замерло время. Всё, как 45 лет назад, когда Елена ходила сюда в крутой компании с одноклассником Игорем. Но на самом деле в их школе были совсем другие авторитеты. А мальчик с такой обязывающей фамилией, Крутой, всегда держался в стороне. Ребята там бегали по дворам, трясли чужие глуши, там, не знаю, карбит бросали в туалет или ещё чего-то, он этого не делал. Сейчас такому соседству любая позавидует. Елена каждый день смотрела к крутому в спину и дышала в затылок. Игорь сидел перед ней у окна и частенько поворачивался, чтобы заботливо погреть одноклассницы руки. Когда было зимой холодно, вот из этого окна страшно дуло. А Игорь всегда ложил вот так руки сюда, на эту парту, а я ложила вот так. И всегда об него вот так сковерилось. В этом парне в школьной форме с модной чёлкой под бетлов не узнать крутого композитора, продюсера и бизнесмена. Стоит выйти в свет, и его, самого стильного мужчину шоу-бизнеса, уже осаждают красотки. И звёзды не скупятся на комплименты. Я его очень уважаю и очень люблю. И горжусь нашей с ним дружбой. Артист тот счастлив, кому пишет Игорь Яковлевич. И я мечтаю ещё о следующих работах совместных. Он всегда такой серьёзный, а на самом деле он очень с огромным юмором. В школе Игорь влюблялся в самых видных девушек в классе, вспоминает Елена. Вот Валя и Люда, его первые музы. Но они почему-то выбирали других героев. Он был сам себе, он был немножечко замкнутый. Остальные были такие боевые, активные, с ними было весело. Они шепутные были такие ребята. Поэтому девки западали на этих шепутных. А Игорь, ну, немножечко так незаметный был для девочек. Мы об этом очень жалеем. Не такой, как все, это главное, что о нём запомнили. Но что скромный мальчик однажды прославится, тогда никто не поверил бы. Ведь даже на школьных фото Игорь Крутой старался не светиться. Да Игоря нету. Он всегда у нас не привлекался, не участвовал. А в это время в Киеве, в павильоне, куда посторонним входит воспрещен, идут звёздные съёмки. Игорь Крутой и Лара Фабиан позируют фотографом. У российского композитора и певицы с мировым именем многообещающий совместный проект. Там и будут трагедии, там будут радости. Но любовь, разумеется, тоже будет. Ну а как же без любви? Как же без любви? И вот на съёмочной площадке появляется кровать. Неужели Игорь Крутой сыграет сейчас главную роль? Нет, такую вольность он позволить себе не может. Почему под мою чистую мозгу это должно происходить? И даже ради искусства не сразу решится сделать это. Мои руки тут? Иди, пожалуйста, попробуйте спросить. Певица Лара Фабиан сама пишет стихи на музыку Игоря Крутого на четырёх языках. Его мелодии знает даже моя дочь. Она просит поставить их ещё и ещё. Его музыка нам очень нравится. Музыка связала его с Ларой Фабиан и со множеством других знаменитостей. Но даже сейчас Крутой скромно поправит. Ну я не такой крутой стал, но, конечно же, получили известность песни. Когда на съёмках мировая звезда запоёт под его музыку, он займёт место зрителя и вдруг вспомнит то время, когда всё только начиналось. Как Игорь, хоть и крутой, но никому неизвестный, пытался перебороть свой главный страх. С детства был стеснительный человек. И для меня каждый выход на сцену, это было... Это было... В его родном городе дом семьи Квутых отыскать несложно. Каждый местный житель подскажет. Когда скажешь, крутой, где жив, то все помнят и знают. В Гайварине переулок Куйбышева уже давно называют народе крутым переулком, потому что здесь родился и жил Игорь Яковлевич Крутой. Вот его дом. Сейчас, конечно, уже в доме другие хозяева. Здравствуйте! Здесь, в простом небогатом доме, Игорь когда-то жил с мамой, отцом и сестрой Аллой. Сочинял первые мелодии и ходил в музыкальную школу. В этом классе фотографии крутого ученика на почётном месте. Первая учительница помнит даже их разговоры с Игорем местами дословно. Я говорю, Игорь, это замен у нас. Хорошо, Надежда Ивановна. Я говорю, как хорошо. Вот, ты басы выучил. Все, кто привык видеть знаменитого композитора за роялем, вряд ли представят Крутого с баяном. На этом баяне он играл. Звучит одинаково, что прошлые годы, что эти годы. Теперь, когда Игорь Крутой добился всего, он признается, за каждой удачей следом всегда шли неприятности крутых размеров. Он был лучшим учеником, но на экзаменах в консерваторию провалился. И вернулся в родной Гайворон преподавать игру на баяне. Обиделся очень и до сих пор, наверное, обижаются. Конечно, он заслужил того, чтобы поступить, но по каким-то причинам, может быть, по политическим. Но уже через несколько лет бывшего преподавателя баяниста узнает вся страна, когда начинающий Александр Серов и подающий Надежды Игорь Крутой вместе взорвут стадионы. Для Александра Серова слава тоже была неожиданной. Сначала «Мадонна», потом знаменитая «Ты меня любишь». И миллионы женских сердец словно растаяли. Серов он очень сомневался, потому что он не поверил в то, что может быть такой рывок. С Серовым они прошли и огонь, и воду, и только последнее испытание чуть было все не испортило. Все музыканты, артисты, эмоциональные люди, рано или поздно приходят какие-то конфликты. Просто пришло время, когда мы стали самостоятельными. Сашка непростой. У нас характер и не подарок ни у него, ни у меня. Для него самый большой враг – это он сам. Вот он гробит уже лет 15 свою популярность и никак не может угробить. И только теперь, когда позади и ссора, и перемирия, они вспоминают те первые шаги, которые делали вместе. Делили и хлеба, горбушку, и ту пополам. Были периоды, когда на метро не хватало. Но я всегда жил на широкую ногу. В ресторанах и на танцах Игорь Крутой играл и задолго до знакомства с Серовым. В его родном Гайворине до сих пор сохранилось то место, где у Крутого был первый аншлаг. В начале 70-х попасть на концерт Игоря Крутого можно было всего за 20 копеек. Каждые выходные он приходил сюда с музыкальной группой, поднимался на эту сцену и играл на ионике. На этих скамеечках всегда сидело много девчонок, но свою спутницу жизни он не спешил выбирать. Людмила Гончар, местная чиновница, до сих пор вспоминает те зажигательные танцы. Новая сцена сияла, молодой музыкант играл модные ритмы и сводил девчонок с ума. Народу было море, молодежи было море, потому что вся молодежь приезжала на каникулы сюда и встречались, как обычно, на танцплощадке. С тех пор она часто видела знакомого маэстро, но только по телевизору. Вскоре после отъезда рядом с Игорем Крутым появится эффектная молодая певица с волшебным голосом Лариса Долина. Им даже будут приписывать роман, но композитора и певицу свяжут только музыка и дружба. Познакомились мы тогда, когда еще ни я, ни он, ни Саша Серов мы дружили втроем. Не были ни популярными, ни известными никому. Просто музыкантами, которые хотели чего-то добиться в жизни. Мы очень много музицировали. Игорь сочинял песни, я пела. Потом его музой надолго станет другая знаменитая певица и ослепительная блондинка Ирина Аллегрова. В начале 90-х Игорь Крутой напишет для нее «Над пропастью воржи». «Над пропастью воржи» «Ты последний за всю жизнь мой каприз». Этот каприз принесет обоим еще большую славу, и каждая новая мелодия будет превращаться в знаменитую. «Я тучи разгоню руками, и в прошлое закрою дверь». Он сидел в зале на репетиции, я вышла в зал, и он говорит, «Иромчик, давай альбом сделаем». Я говорю, с удовольствием. Только Ирина Аллегрова могла тогда выбирать лучшее из лучшего. Музыку крутого она всегда слышала первой. Я имела, как мы смеялись, говорили, право первой ночи. То есть я сначала он показывал мне, а потом уже, если я чувствовала, мы вместе приходили к этому выводу, что что-то, например, не мое, то оно уходило другим исполнителям. Когда они выходили на сцену вместе, молчаливый маэстро с грустью в глазах и роскошная зажигательная блондинка, всем казалось, чем не идеальная пара, но за кадром никакой романтики. Если Аллегрова и была замечена в колостяцкой квартире крутого, то только за генеральной уборкой. Я как-то пришла, говорю, как ты можешь так жить? У него был все разброс, ну мужик один, молодой, одинокий. Я ему сделала уборку, все навела порядок. Именно с Аллегровой Крутой не только играл на рояле, как всегда, но и впервые запел. И тогда все удивились, почему же Крутой так долго молчал. Я говорю, ну давайте я вам сыграю, на гармошке сыграю, на рояле сыграю инструментально. Нет, вот вы спойте. Ну и я вот, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Как только они, глядя в глаза друг к другу, спели про незаконченный роман, поклонники уже не сомневались. Такую любовь не сыграешь. Но все когда-нибудь кончается. Так от судьбы давай уйдем сейчас. Оставим незаконченный роман В парке на скамье. Но они не могли представить, что в такую женщину, как я, можно не влюбиться, а в такого таланта интересного мужчину тоже нет. Людям так хотелось, они так представляли. Через много лет для певицы и ее маэстро это звучит, как старая шутка. Крутой написал для Аллегровой полсотни хитов. Эти песни уже давно узнают с первых аккордов, но незаконченный роман был у каждого свой. Знаете, если бы приписали, например, ему какую-то уродицу, а мне какого-то тоже непонятно кого. Так все считали, что красивая пара. Игорь Крутой еще никогда не говорил о своей настоящей первой любви так откровенно. Сначала он пытается отшутиться. Все-таки тебя тянет в желтую прессу. Тебя тянет в желтую прессу. Не правда. Но потом вдруг решается рассказать о своем первом браке. Это признание сейчас дается ему с большим трудом. Потому что жена ушла к другому. От Крутого можно идти к другому? Да. Теперь, гуляя с успешным, стильным мужчиной, с таким мудрым взглядом и такой улыбкой, в его рассказ все труднее поверить. Просто был бедный. Не в состоянии было обеспечить семью. А я ей говорил, что я буду таким. Она говорит, да нет, я смотрю за тобой, ты никогда не вырвешься никуда. Вы что-то так сказали? Ты, говорит, неудачник по жизни. Уже через несколько лет его имя узнала вся страна. Для одних он стал знаменитым маэстро, для других – крутым продюсером и даже опасным соперником. А для этого мальчика на фото остался любимым папой, по которому он так скучал. Были моменты, когда я ждал папу на подоконнике, сидя. Это уже когда-то еще и повзрослевший. Но очень любил с ним время проводить. После развода Игорь Крутой старался встречаться с сыном почаще. Брал его на концерты и однажды даже чуть не сорвал выступление. Падаю, раздается крик на всю сцену заднюю. Папа срывается из-за фортепиана, бежит ко мне, поднимает. Все в порядке. Все, поцеловал, вернулся на сцену и продолжил контакт. Николай, он ведь тоже крутой. Ему так хотелось быть похожим на папу. Только сын предпочел музыке, бизнес. Быть круче папы невозможно. Скоро вместе с супругой он порадует отца. Игорь Крутой станет дедушкой. Хочу быть многодетным дедушкой. Пусть рожает мне все внуков. Своё долгожданное счастье Игорь нашёл в Америке. Там он когда-то познакомился с Ольгой. Я очень человеком конфликтный, поэтому обхожу углы. Я не люблю скандалы, выяснение отношений. В этом смысле Игоря повезло. И после этой встречи написал тот самый хит о любви на все времена. Но тогда Ольга была несвободна. И к тому же между ней и Игорем был океан. Но они решили, что всё равно будут вместе. У нас такой вот брак. Мы ездим друг к другу в кости. Мы стараемся друг другу доверять. И у нас в этом плане, конечно. Иначе невозможно было бы жить, конечно. Это Ольга до мелочей продумала имидж супруга. С тех пор её маэстро элегантен и строг. Его конёк – это костюмы строгие, дорогие, красивые. А их старшая дочь Вика уже выпускает клипы. Она мечтает стать известной певицей в Америке, но поёт и на русском. Но что такое настоящее счастье, Игорь Крутой узнал, когда в 49 снова стал папой. Своей младшей дочери Саше он старается ни в чём не отказывать. Они заслуживают больше внимания, больше любви, заслуживают больше времяпровождения совместного. Ну, я даю то, что я могу дать. Таким домашним и заботливым Крутого ведёт только самые близкие. Вот за дочерью зашла подруга, и он сам соберёт Сашу на прогулку. А потом композитор Игорь Крутой снова сядет за любимый рояль. В такие минуты маэстро с грустными глазами и обаятельной улыбкой не стоит тревожить. Ведь он занимается тем, в чём он действительно такой крутой.